Братья и сестры, сердечно приветствую всех вас с любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Слава Господу за воскресный день, когда мы можем собраться вместе. И знаете, вот когда говорю это слово «воскресный день», а еще с нами женский хор, сразу какое-то пасхальное настроение, правда? Это там были женщины, которые эту весть услышали, узнали, понесли эту весть. И вот сегодня у нас воскресный день, когда мы радуемся, вспоминая тоже воскресение Господа нашего, и желаем услышать Слово Божие, и мы сегодня продолжаем наше рассуждение о Ветхом Завете, для того, чтобы вот и на служении сегодня посмотреть на Господа нашего Иисуса Христа, увидеть Спасителя нашего, как Он представлен в Священном Писании. И вот сегодня перед нами будет книга «Авакум», чтобы мы, вникая в эту книгу, увидели Спасителя нашего и могли славить Его, могли служить Ему, могли в нашей жизни сделать все необходимое, чтобы мы были преображены Господом в Его славный образ. Поэтому благослови нас, Господь, чтобы мы могли настроить свои сердца для славы Господа, помолиться сегодня вместе, и чтобы сердца наши были приготовлены для слышания Слова Господня. Давайте помолимся, попросим благословения. Господь наш, мы с благодарностью приходим к Тебе в этот воскресный день. Мы благодарны Тебе за Твое чудесное воскресение. Однажды, Господь, Ты совершил это дело спасения душ наших. Ты пришел на эту землю, Ты умер за грехи наши, и Ты воскрес. И теперь Ты, живой Господь, Ты по Слову Своему, по обетованию, Ты пребываешь с нами. Ты благословляешь нас, Ты хранишь нас в руке Своей. Мы благодарны Тебе за Дух Твой Святой, который Ты послал, для того, чтобы Он научил, наставил, для того, чтобы Он руководил Церковью Твоею. И мы благодарны Тебе за то, что вот и в сегодняшнем дне мы можем быть собраны вместе. Мы желаем, Господи, чтобы это служение, оно было направлено для славы Тебя, Господа нашего. Мы желаем сегодня углубляться в Слово Твое, слышать Твое Слово, назидаться из Него, для того, чтобы видеть Тебя, Спасителя нашего. Мы просим Тебя, благослови нас в этом служении. Благослови братьев, которые будут говорить Слово Твое, хористов, которые будут воспевать, всех участников этого собрания. И дай, Господи, чтобы каждый из нас, пришедший сюда, стал участником богослужения, чтобы мы служили Тебе, прославляли Тебя, чтобы Ты, Господи, стал центром всего, что будет происходить здесь. Мы просим Тебя, благослови нас, благослови народ Твой по всему лицу земли, каждую церковь в этом воскресном дне, где имя Твое прославляется, где истина Твоя возвещается. Благослови, Господи. Мы молимся Тебе, особенно за те места, где трудности, волнения, гонения и переживания. Господи, укрепляй народ Твой. В это последнее время дай нам ожидать пришествия Твоего, готовиться к этому событию, для того, чтобы Слово Твое могло работать в сердцах наших и преображать нас. Мы, Господи, верим, что Ты с нами. Мы благодарим Тебя, мы прославляем Тебя за это, спасителя и Господа нашего. Аминь. Песня. 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 Тебя в смирении слава славит. Огое счастье приз готовит, Тебя в смирении слава славит. Тебя срочу, святого, Тебе хочу я жизнь тогда. Тебя еще одного благого, Твою любовь почувствуешь нам. Тебе лишь мысль лучезарно, Польосами мой благодарный. Тебе лишь мысль лучезарно, Польется и мой благодарный. Когда смотрю на голубое небо, И наслаждаю сменец соловья, Когда в руках имею ломтик хлеба, Величит Господа, величит Господа, Величит Господа, величит Господа, Я отец благой благою, Что ты спаситель мой. Мой разум славит, Величит Господа, величит Господа, Тебе Господа, величит Господа, Величит Господа, величит Господа, Величит Господа, величит Господа, Твоё наследие, Отец благой благою, Что ты спаситель мой. Младыка, милая, Твое творение, И без Тебя не продержу себя. И потому глубоко согрешение Прошу я, Господи, прошу я, Господи, Держи меня, Тебе, Господи, Русская и хвала, Великий чудный свет Мои дела. Твое, Господи, Я Тебя с благом благодарю, Что Ты Спаситель мой. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Сегодня с вами я хочу в коротком времени поразмышлять над удивительным образом апостола Петра и прочитать несколько мест из Священного Писания, событий из его жизни. И я никогда не пытаюсь заглавить свою мысль. В данный момент у меня есть такое желание. Я хотел бы ее назвать «Два призыва к апостолу Петру следовать за Господом». Первое место будем читать, которое записано в Евангелии от Матфея. Четвертая глава, с 18 по 20 стихи. Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев. Симона, называя Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеком. И они тотчас оставили сети и последовали за ним. Если мы посмотрим другого евангелиста, мы видим там более детальную картину. Вы прекрасно помните удивительное событие в жизни апостола Петра. Они закинули сети, не могли вытащить. И Петр падает пред Спасителем и говорит, что выйди от меня, ибо я человек грешный. И вот там, после того, как они вышли на берег, он обращается к ним и говорит, что я сделаю вас ловцами человеком. И они оставили сети, оставили все и пошли за ним. Три с половиной года Петр ходил со Спасителем. И мы все знаем историю его следования, знаем его пылкий характер. Мы знаем, как он возгласил, что ты Христос. И Спаситель обращается, говорит, на это все камни, и я воздвигну церковь. И мы знаем, что он также говорит Христу, «Отойди от меня со дна, потому что ты думаешь о том, что человеческое». Удивительные три с половиной года он видел Спасителя на горе Преображения. Он видел многих людей исцеленных. Он видел воскрешенных. Удивительная, удивительная жизнь. Невозможно даже себе представить эти три с половиной года следования за Господом, будучи его учеником. Но что интересно, в Иоанн Леотеана, 13 главе 36 стиха, Иоанн Леотеана, записаны такие слова. Вы помните, находятся они в горнице перед страданием нашего Спасителя. И вот Христос начинает говорить о своем пути, о пути страданий. И вот 13 главы 36 стиха, Иоанн Леотеана, написаны такие слова. Симон Петр сказал ему, «Господи, куда ты идешь?» И Иисус отвечает ему, «Куда я иду? Ты не можешь теперь за мною идти, а после пойдешь за мною». Удивительно, Христос позвал Петра идти за ним, и вот наступает такой момент в его жизни, когда Спаситель обращается к нему и говорит, что ты не можешь идти за мною, а потом пойдешь. И посмотрите, какие слова говорит Петр. Петр сказал ему, «Господи, почему я не могу идти за тобой теперь? Я душу мою положу за тебя». И Иисус отвечал ему, «Душу твою за меня положишь». «Истинно, истинно, говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды». Я тоже хочу еще прочитать, как описывает эту картину Евангелие из Матфея, 26 глава, 30 стиха, заканчивается вечеря, написанная «Воспев, пошли на горе Ильонскую». Тогда говорит им Иисус, «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресенье же моем предваряю вас в Галилее». Петр сказал ему в ответ, «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус сказал ему, «Истинно, говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Говорит мне Петр, «Хотя бы надлежало мне умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Мы видим здесь, если говорить прямо, самоуверенность Петра. И три года в школе Спасителя были недостаточны для того, чтобы Петр знал себя. Он, оказывается, себя не знал. Он был слишком уверен в себе, слишком высоко думал о себе. Он думал, что он может сделать то и другое. Он говорит, что надо жить за Спасителя, и Христос говорит, что сегодня, сегодня ты отречешься от меня трижды. Совершенно в других обстоятельствах ему не нужно будет сражаться. Какая-то женщина спросит, и он в страхе бежит пред ней и отрекается от своего Спасителя. В чем же причина? Причина невозможности, как Спаситель сказал, «Ныне ты не можешь идти». Причина в том, что Петр не понял того, о чем говорит апостол Павел. Он говорит, что «бедный я человек». Он не понял, что он не в состоянии идти за Спасителем. И в нашей жизни часто случается так, что мы думаем, что мы пойдем то сделаем и другое сделаем. И мы возмущаемся на то, почему я не могу это делать? Почему мне не поручают такое-то дело? Почему его поручают кому-то другому? Я готов его делать? Но нам говорят, что еще не можно вам идти. Вы не можете это дело совершать. Вам нельзя его поручать. И если мы понимаем, что Господь сегодня, как к Петру, обращается к каждому из нас, и вопрос заключается в том же самом. Мы до сих пор не поняли, что мы ничего не можем делать без Господа. Мы до сих пор не поняли, что в нашей самоуверенности, кроме падения и отречения, ничего нас не ожидает. Но удивительно, Христос во второй раз призывает Петра. И я думаю, что в жизни каждого из нас наступает такой момент, после того, когда мы разбиты, после того, когда мы действительно осознали, не на словах, потому что наши дети, которые занимаются воскресной школе, они вам расскажут, что мы ничего не можем делать без Христа. И каждый из нас, кто знает, спроси, мы скажем это. Но когда мы действительно разбиты, когда мы действительно понимаем, что мы ничего не способны делать, и мы готовы уступить дорогу всем, Спаситель обращается к нам и зовет нас во второй раз. Иван Леотеанна, 21 глава, 18 стих. Вы помните, было огонь, рыба, удивительный улов, они бросились в море, приплыли. И вот Христос обращается и говорит Петру удивительные слова. Истинно, истинно, говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда хочет. Сказал же это, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога. И сказал сие, говорить ему, иди за мной. Господь обращается к нам, обращается неоднократно. И иногда, вы знаете, я размышляю, что много раз мы приходим, много раз мы каемся и просим прощения. И опять, и опять мы не идем за нашим Господом. Или потому, что мы еще не созрели, или мы еще не поняли, что мы не способны, не знаю, что доброе, что ничего хорошего не живет в нас. Или потому, что мы до сих пор еще самоуверены и думаем, что мы можем своими силами что-то сделать. и думаем, что Царство Божие зависит от нашего таланта, от нашей силы, от нашей веры. Не понимаем, что все зависит от Господа, от Бога Милующего, не от нас. И опять мы пытаемся делать своими силами, и опять мы приходим к этому костру, и опять мы отрекаемся от нашего Господа. Быть может, не словами, но делами. Быть может, тем, что мы отступаем от того дела, которого начали, и бросаем кого-то, оставляем. И Господь вновь обращается к нам, что иди за мной. Удивительная картина, как нам идти за Господом. Посмотрите, первый раз Петра Христос призвал, это было легко. Он воспламенился этим чудом Господним, он загорелся, пошел за Ним, как и мы часто на время нашего покаяния. Но после трех с половиной лет Христос возносится, Он оставляет учеников своих и говорит Петру, иди за Мною. Мы сегодня, если там это было все реально, просто, как обычная жизнь, то теперь Спасителя нет с ними. Исследование за Господом наполняется определенной какой-то мистикой, тайной. Мы не видим Спасителя, но мы следуем за Ним. Он ведет нас. Я хочу напомнить еще одно место перед тем, как мы будем молиться. Записано в послании к евреям в 11 главе, там, где перечисляются герои веры, восьмым стихом говорится об Аврааме. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет». «И пошел, не зная, куда идет». Вы помните русские сказки «Иди туда, не знаю, куда, принеси то, не знаю, что». И часто Господь призывает нас, и грядущие наши туманно мы не видим и не знаем, что нас ожидает впереди. И мы находимся в трепети, и очень трудно довериться Господу. Мы видим, что мы не знаем, мы не можем в состоянии это делать, и Господь призывает нас. Обычно это связано с служением, на какое-то служение, потому что каждый из нас должен иметь служение. Он зовет нас, но мы не можем довериться Ему. Мы продолжаем уповать на собственные силы. Мы хотим делать это собственными силами. И, естественно, приходим к этому костру апостола Петра. Пойти за Ним это идти, не зная куда. И наша жизнь наполнится постоянным удивлением, постоянным восхищением. Это равносильно, когда мы идем в какое-то прекрасное место и переходим в какой-то холл, и перед нами открывается удивительный вид. Мы видим прекрасные картины Божьего творения. Или это будет волнующееся море, или это будет лес, или это будет что-то восходящее солнце. И это нас восхищает точно так, когда мы идем, не зная, куда мы идем, доверяясь Господу, Господь открывает нам удивительные картины. То, что мы никогда не могли предположить, мы никогда не могли даже мечтать об этом. Господь совершает это в нашей жизни, и сердце наше наполняется благодарностью. Нужно довериться Ему, нужно отказаться от себя, нужно пойти туда, куда, не знаю. И что меня ожидает, не знаю. Мы живем суровое время, лукавое время, тьма сгущается, грех наступает, и Господь сегодня нуждается в каждом из нас. Он сегодня нуждается, чтобы мы наконец встали и пошли за Ним. Я думаю, что Дух Святой каждому из вас говорит, как и мне говорит, где я до сих пор упываю на свои силы, где я до сих пор надеюсь на себя, или это в воспитании детей, или это в служении в церкви, или это в постоянном пребывании и в общении с Ним. Дух Святой сегодня говорит каждому из нас, мы должны наконец отпустить, отдаться Господу, довериться Ему, и удивляться тому, что мы увидим в будущем. Пусть Господь благословит каждого из нас, Он сегодня будет еще больше говорить нам, пойдем за Ним. Аминь. Будем молиться. Хочу напомнить, братья и сестры, что этот год в нашей церкви это год общения. Если вы помните, мы начали этот год, в январе месяце была тема общения с Богом. И этот год и закончится этой темой. В декабре месяц у нас тоже будет еще раз эта тема общения с Богом. Хотя на протяжении года мы говорим о самых разных общениях. Мы сейчас поем этот гимн, которым мы так и будем, прославляя Господа, говорить, нет больше утешения, нет радости полнее, как быть всегда в общении. Давайте мы споем этот гимн, и во время пения у нас будет материальное служение, и также во время пения младшие классы воскресной школы пойдут на свои занятия. Давайте вставшись споем этот гимн. ПЕСНЯ 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 Чув Goodnight Быть в общении с ним, Но сладостное учение Святильный, как с отцом, Отцового отвечения Даёт мне вечный дом. Сладко чудом Быть в общении вечности Сладко чудом Быть в общении вечности Но выше есть общение Общение друг друзей Но любовь и учение И искит от святей Сладко чудом Быть в общении вечности Сладко чудом Быть в общении с ним Сладко чудом Быть в общении вечности Сладко чудом Сладко чудом Быть в общении с ним Сладко чудом 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 Субтитры подогнал «Симон» О, Боже мой, благодарю за то, что дал моим очам Ты видеть мир, Твой вечный храм. Песок и море и зарю везде я чувствую, везде Тебя, Господь, в ночной тиши и в отдаленнейшей звезде и в глубине моей души. Пока живу, Тебе молюсь, Тебя люблю, дышу Тобой, когда умру, с Тобой сольюсь, как звезды с утренней зарей. Хочу, чтоб жизнь моя была Тебе немолчная хвала. Тебя за полночь и зарю, за жизнь и смерть благодарю. Аминь. В нашей жизни самое прекрасное Не ценою тенях покупается, Даром светит с неба солнце ясное, И луна нам даром улыбается. Даром на распаханные полосы Льется дождь сладь щедростью обилиною, Даром ветер гладит мои волосы, С дуба листья рвет рукою силенную. Даром птичьим пением наслаждаемся, Зорями, восходами и закатами. С близкими, любимыми встречаемся, И вдыхаем воздух, не заплату мы. Никакой монеты не заплатите За ребенка ласку необычную, За супруга в нежное обятие, За любовь, за дружбу бескорыстную. Но всего дороже, драгоценнее, Нам в подарок небо преподнесено. В Иисусе вечное спасение, Принимай и улыбайся весело. Посмотри, как Бог к тебе склоняется, И пойми, что как свет солнца ясного, Нет ценою денег покупается, Нет ценою денег покупается. В нашей жизни самое прекрасное, Посмотри, как Бог к тебе склоняется, И пойми, что как свет солнца ясного, Нет ценою денег покупается. В нашей жизни самое прекрасное. Субтитры создавал DimaTorzok Greetings, brothers and sisters, kids, youth and teens, and everyone else who's watching and listening. I'd like for us to open 2 Timothy, please. If we could. 2 Timothy, chapter 1. I'd like to read from verse 8. Apostle Paul is telling Timothy to be faithful. He's encouraging him to not be ashamed. And so he goes on in verse 8 and says, So do not be ashamed to testify about our Lord, or ashamed of me, his prisoner. But join me, with me, in suffering for the gospel by the power of God, who has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of his own purpose and grace. This word of encouragement goes out to all of us. And the previous brother said, We ought to stand firm on the foundation that Jesus Christ has set before us, that rock, that cliff that we can stand on. And kids and everyone else, as we go out today into our daily lives, back to school, back to work, I want to challenge you with one thing, and that is to point. What does that mean, to point? It means to not be embarrassed, but being proud of being friends with Jesus Christ. As we know, Jesus has made us his friend. And I don't know how many of you guys have friends, but I'm sure all of you have at least one or two friends that you can share things with, you spend time with, you play together, you eat together. And Jesus Christ has called you to be his friend as well. And he wants you to do everything together with him. And Apostle Paul calls Timothy to not be ashamed, not to be embarrassed, to testify, to preach about Jesus Christ. And so one simple way that we can do that is point. And what I mean by that is, when we go out to school, kids, if you get your test scores back, and the teacher says, well, Jimmy, you did a great job on the test, I want you to not say anything, but point. Just simply that. Your teacher might ask, well, Jimmy, you did a great job. You're supposed to say something, like, oh, you know, awesome, or something. But just point. If they ask why you're pointing, just say, it's Jesus Christ. He gave me the knowledge. He gave me the ability. He gave me the intellect to be able to do well on this test. Now, on the other hand, if your teacher comes up and says, well, Johnny, you didn't do so great on the test. Ah, that's also something you can point and say, praise God. Jesus Christ gives me room to grow. I haven't learned everything yet. That's great. If we're at work and we do something great or we mess up or we're at school or college or just in our daily lives, no matter what it be, I'm just calling you to always point. Literally lift up your hand and point. When someone, you know, compliments you or someone tells you words of encouragement, just point back to Jesus. That's what we ought to do in our lives. So kids, do that. I'm going to do that as well this week. I know it's going to be hard and it's going to be easy to forget, but just point. So if you guys come up to me afterwards, you know, you guys are going to be testing me. But I encourage you to point this week to Jesus Christ. No matter what you do, what you say, just always point back to Jesus. Amen. 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 Слава Христа! 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Пусть Аллилуйя Господу пою Пусть Аллилуйя Господу пою Приветствую всех, братья и сестры! Сегодня мы продолжаем серию проповедей «Христос» в книгах Библии и у нас книга пророка Аввакума и «Христос как скала» книги пророка Аввакума Я хочу сразу предложить несколько текстов из книги пророка Аввакума для того, чтобы как-то нам войти в эту книгу а заодно и оживить в нашей памяти те места Писания, которые мы уже, я думаю, хорошо знаем Начну с конца «Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах и маслина изменила и нива не дала пищи хотя бы не стала овец в загоне и рогатого скота в стойлах но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего Господь Бог сила моя Он сделает ноги мои, как у оленя и на высоты мои Возведет меня Вот еще место «А Господь во святом храме своем да молчит вся земля пред лицем его» А вот еще Вот «Нет Господа ли Сафаофа это, что народы трудятся для огня и племена мучат себя напрасно ибо земля наполнится познанием славы Господа как воды наполняют море» А вот еще «Вот душа надменная не успокоится а праведный своей верою жив будет» И, наконец, стих, в котором скала упоминается «Но не ты ли издревле Господь Бог мой, святый мой, мы не умрем? Ты, Господи, только для суда попустил его, скала моя, для наказания ты назначил его» Вот опять наша как бы задача открыть, раскрыть, увидеть Иисуса Христа и Евангелие, и благодать Божию в этой книге Ветхого Завета книга пророка Аввакума и, конечно, мы не можем какой-то стих вырвать из контекста надо хотя бы кратко посмотреть на самого пророка на время, в которое он жил чтобы нам яснее было и как изображен Христос книга Аввакума очень интересная книга и особенная книга вот чем она особенная она особенная тем, что здесь пророк не обращается напрямую к народу он не призывает никого к покаянию и здесь только лишь его диалог с Богом записан то есть разговор в форме вопросов и ответов он обращается он обращается к Богу Бог ему отвечает и вот в этом заключается вся книга но Господь повелел ему запиши и вот он записал этот диалог и этот диалог имеет пророческое значение а начинается все с того, что из таких вечных вопросов которые во все века они одни и те же они были и у Иова и у Еремии и в семьдесят втором Псалме Угасафа почему? Господи, почему это происходит? причем почему это происходит в народе Божьем? что происходит в народе Божьем? ну вот начинаем читать да коли, Господи я буду взывать а ты не слышишь буду вопиять к тебе о насилии а ты не спасаешь для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие грабительство и насилие предо мной и восстает вражда и поднимается раздор от этого закон потерял силу и суда правильного нет так как нечестивый одолевает праведного то и суд происходит превратный вопрос такой где это происходит? кто как думает? это происходит в народе Божьем и во все времена верующие Ветхого Завета и Нового Завета сталкались с этим вопросом ну как же так? да неужели же в народе Божьем должны происходить какие-то неподобающие вещи а самое главное что с этим делать? и как тут Бог как тут должен делать? а мы с вами молимся иногда чтобы Бог ну послал пробуждение в церкви молимся, да? ну чтобы Господь нас как-то оживил чтобы плоское как-то вот от нас ушло греховное плоское вот это не только нас лично а и мы же все люди вот составляем церковь церковь же состоит не из идеальных людей не из ангелов а вот из нас она состоит ну грехи они же и у нас есть значит они же и в церкви есть был такой Иоанн Златоуст он жил где-то в конце четвертого столетия в начале пятого столетия и все наверное его знают во всяком случае слышали очень хороший был благословенный служитель Божий и даже его поставили епископом там на на целой как бы епархии большой и вот он так сказал если ты пришел в церковь искать святых людей то ты ошибся если ты пришел сюда искать Бога то сделал правильный выбор хорошие слова правда а вы знаете какая судьба была в этого Иоанна Златоуста его собор епископов не изложил убрал значит запретил проповедовать и хотели даже предать казни а потом отправили в ссылку казнь заменили а вот как было дело за что же он это был так осужден а потому что он будучи на своей должности но он же отвечал за целое объединение так по нашему сказать ну там епархия такая большая хотя тогда наверное еще епархии не было другое слово наверное было еще это еще не далеко от первых веков христианства так вот он так вот он некоторых служителей которые вели аморальный образ жизни он их отстранил от должности он запретил роскошь у служителей прежде всего начал себя как патриарх все предметы роскоши он убрал жил очень скромно и запретил официально архиерейские обеды в общем всякую а на сэкономленные деньги он строил приюты для бедных ну на него донос значит царица царица христианка царица христианка была но ей донесли на этого значит златоуста ты знаешь он против тебя там вот выступает он там критикует там роскошь и роскошных женщин против тебя надо его казнить суд казнить но потом решили вместо казни его в ссылку отправить вот Иоанн Златоуста сказал если вы в церковь пришли искать хороших людей то вы ошиблись а если искать Бога то вы не ошиблись ну что еще и в Ветхом Завете и в Новом Завете зачем я это говорю я говорю это за тем что вопрос у Аввакума был господь ну как же ж так как же ж так Аввакум жил в то время примерно ну так разные есть понятия немножко но примерно он жил в то время как жил Еремия перед самым уже нашествием и разрушением Иерусалима и вот его книга как раз об этом и говорит Еремия об этом описывать более подробно а Аввакум немножко так вот в виде какого-то короткого конспекта ну вот он молится Господу а о чем он молится в чем собственно его тут молитва ну Господи ну надо же что-то же делать надо же это безобразие как-то вот прекращать что же оно делается в народе Божьем то есть он у Бога ищет справедливости братья и сестры мы иногда молимся Богу о справедливости Господи ну как же ж так да воздай ж ты Ему особенно если против нас что-нибудь Господи да воздай ж ты Ему а а когда Господь действительно воздает то мы даже и радуемся о наконец-то да воздал Господь ну такие вот мы люди а знаете кто-то так хорошо сказал ты бойся просить у Бога справедливости потому что ты можешь его и сами получить а вообще-то мы как бы хотели Бога иметь вот больше как Бога справедливого или Бога милосердного ну однозначно да лучше чтобы нас Господь мил ну тогда вообще-то по хорошему милости ж надо и на всех остальных просить но тем не менее чего просил Аввакум то он и получает Господь ему говорит да получишь ты справедливость я отвечу на твою молитву я пошлю говорит на твой народ на иудеи я пошлю халдеев халдеев это такой народ буйный жестокий сам себе он царь и бог никого не признает никаких законов что ему в голову придет то он и делает все сметает на своем пути о о кома глаза раскрыли господи да как же ж так да неужели нельзя какие-нибудь там пробуждением там или благодатью да уже было уже было и благодать была и пророки уже были все уже сказали не слушать другого способа нет халдеев теперь будут теперь сынов авраама будут учить язычники язычники будут учить порядку и пробуждать совесть будут пробуждать потому что уже по-хорошему не получается они и закон читают и идолам служат все в них смешалось в голове тут авокум тоже о господи ну как бы делал дальше продолжать господи ну тогда вот ну наверное ты только на время же это допустил ты же не можешь так вот ну чтобы он уже навсегда так вот и вот буйствовал господи ему отвечает и вот он вот эти слова и говорит вот эти слова как раз но не ты ли издревле господь бог святый мой мы не умрем ты господи только для суда попустил его скала моя вот оно слово скала вот оно здесь ты для наказания назначил его и потом наступает некоторый такой перерыв и здесь во второй главе он говорит я встал на свою стражу стражу и на башне наблюдал что скажет мне господь видите ли так в нашей жизни тоже надо надо как бы отстояться вот и посмотреть осмотреться и сделать какую-то паузу ожидания может быть ответа от господа вот так где-то было так вот у пророка какая-то пауза он ожидал ответа от бога что значит на страже конечно духовное понятие на страже пророки все были стражами как мы знаем я поставил господь тебе сторожем стражем чтобы ты вовремя сигнал подавал но прежде чем подавать сигнал надо надо хорошо рассмотреться чтобы тот сигнал дать правильный сигнал и вот господь ему тогда уже говорит вот запиши теперь а теперь записывай это видение еще впереди оно исполнится и что получится вот душа надменно не успокоиться а праведный своей верой жив будет дальше он подробно немножко раскрывает ну что будет с этим народом с этим лавилоном с этими халдеями им горе будет ты за них о ком не переживай они свое получат а вот как в это время жить верующим вот в чем вопрос и господь и говорит а вот праведный в это время будет жить своей верой жив останется не просто жить жив в том смысле что он физически останется живой а в том смысле что он останется праведным праведную жизнь будет проводить и за счет этого верою своей и праведностью он вот будет жить это мысль на самом деле настолько глубокая и великая что в новом завете понадобилось три книги чтобы ее раскрыть посланник к римлянам посланник галатам и посланник евреям в этих трех посланиях апостол павел вот эти слова повторяет праведный верою жив будет это такая как бы основополагающая мысль нового завета христианство самого кстати сказать в следующем году будет праздноваться в христианстве такое довольно знаменательное событие наверное кто то уже знает да какое будет 500 лет реформации 500 лет с тех пор как вот этот лютер был и он там прибил свои эти 96 что ли тизисов 95 забыл 96 да и самая главная самая главная идея вот этой с чего она началась реформация с чего сам лютер начал он был монах он был католик он заслуживал себе спасения он истязал себя он там посты все это соблюдал пошел значит в рим там еще по ступенькам там где-то там на коленках там заслуживал себе еще дополнительное спасение а его нету этого спасения и вот он искал бога ответа и вдруг вот он открывается послание к римлянам праведный верою живу свет пришел он понял что я же неправильно делаю я же никогда не заслужу спасения никакими поклонами никакими постами это бесполезно надо вера живая живая вера вот она воскресла от этой истины и потом пошло вот это вот пробуждение реформации и я хочу сейчас прочитать слова гимна реформации гимна реформации был на немецком языке она так называется а по-русски есть несколько переводов хороший перевод ясько твердыня наша вечный бог он сила и защита избедан выйти нам помог в нем наша жизнь сокрыта наш древний враг не спит нам гибель не грозит он древний хитрый змей спешит губить людей он мира князь жестокий а от века грозного врага не одолеем сами один лишь может без труда сковать его цепями кто он звучит вопрос Господь Иисус Христос он был есть и глядет он тот же в род и род всесильный победитель скала твердыня вот она мысль спасение спаситель Христос ее вот Аввакум тут как бы так вот глядя в будущее открыл ему Господь твердыня скала заступник опять же это не новое понятие вот это слово скала встречается в Ветхом Завете много раз и я сейчас несколько мест просто напомню оно по разному переводится твердыня скала защитник вот в разоконе 32.4 он твердыня совершенно дела его все пути его праведны бог верен и нет ни правды в нем он праведен и истинен ибо заступник вот она заступник скала тут переведено как заступник их язычников не таков как наш заступник и сами враги наши судьи в том а вот псалом 17 из него мы поем тоже несколько песен Господь твердыня моя и убежище мое избавитель мой бог мой скала моя на него я уповаю щит мой рок спасения моего и убежище мое только он твердыня моя спасение мое убежище мое не поколеблюсь более изнемогает плоть мое и сердце мое бог твердыня мое сердце моего и часть моего во век во всех этих текстах одно и то же слово то которое здесь Аввакум повторяет скала моя скала моя скала ну в Ветхом Завете открыто вот применяется к Богу вот как в Новом Завете оно уже подробно нам нам более открыто вот скала прежде всего это скала с которой вода текла скала же был Христос камень же был Христос из нее текла вода и сейчас течет духовная скала так Павел говорит это была духовная скала это был Христос скала которую мы прочитали это скала как безопасное место убежище прибежище в Новом Завете еще дается такое понятие как краевольный камень то на чем строить здание церкви личной жизни духовной нашей веры основа и еще есть другое понятие это камень преткновения камень соблазна скала для суда это та скала мы слушали тут толкование на Даниила вот который оторвался камень и разбил все радиоязыческие царства в прах все это одна и та же скала Христос скала наше Христос но конечно для нас мы его воспринимаем в благодатном смысле мы не хотим чтобы он был нас судьей нам судьей потому что мы принимаем нашего Господа Спасителя смотрите какие песни у нас прекрасные есть где упоминается Христос как скала благодатная скала да благодатная скала нам спасение дает мой Бог скала мы часто поем общим пением мой Бог скала сокрыт меня Иисус мой источник в земле сухой источник этой вот из скалы как раз на вечере мы вот поем стою я на скале Христа в других основах лишь песок и конечно же Бог мой ты скала моя вот такой прекрасный гимн хор поет вот оно и есть Евангелие так если сказать Евангелие от Аввакума великая истина от малого пророка вот она истина та значит нужно стоять на скале стоять как бы двумя ногами праведный вера праведная жизнь и вера убери одну ногу убери одно и другое не будет стоять убери праведную жизнь вера пустая праведная жизнь невозможно без веры твердо нужно стоять вот на скале строить свою жизнь строить свою веру и тем не менее в жизни праведного человека бог допускает вот эти страдания вот эти испытания жизнь Аввакума вот как раз и показалось что вот праведный это ты будешь верою жить но ты должен быть будешь не только вот это смотреть на эти суды божии не только смотреть на те вот вот он говорит зачем ты даешь видеть моим глазам другими словами глаза мои этого не видели а вот ты смотри тебе дано смотреть а нам дано смотреть то что сегодня мы видим нам это дано смотреть и нам дано видеть не просто это видеть а пройти через это через это пройти и остаться верными Богу ну что такое вот праведность интересно что евреи толкует это место немножко по-другому и они апостола Павла критикуют что апостол Павел исказил ну еврейское понятие о том что значит праведный будет жив вверх а как понимать евреи ну я немножко так вот как бы расскажу для того чтобы нам более объективно и глубже самим понимать ну как мы знаем что Моисей дал 613 заповедей 613 заповедей это это много из них 248 предписывающие и 365 запрещающие все эти заповеди нужно исполнять как понимают евреи вот это место они говорят так но Господь как бы весь этот закон для нас вот для евреев как бы теперь вот в этой одной заповеди заключил что теперь мы просто вот должны исполнять их где бы мы находились допустим нету храмового служения вместо этого у нас сейчас Тора Тору надо изучать глубоко и в этом будет наша праведность Павел тоже над этим думал еврей он был я говорю еврей учился много молила раввин вот у раввина сам раввин и он понял примерно так же как лютер понял это невозможно через закон праведности достичь невозможно почему да хоть одну заповедь ты все равно нарушишь и вот он говорит а кто нарушил одну заповедь а ведь закон нарушил виновен все ты уже не праведен и поэтому апостол Павел вот в этих трех посланиях раскрывает новозаветнюю же для нас сущность и нам она так мила приятно для сердца но часто христиане представляют немножко в таком облегченном и в таком как бы немножко удешевленном смысле что значит вообще быть верующим прими Христа прими Христа вот ты будешь счастлив вроде бы просто а оно не просто ну что принять Христа это надо все всего Христа принять и в том числе надо крест его нести надо принять Христа того который крест несет и который распятый крест вот тут христиане часто останавливаются ну как же Христа то я принимаю а крест не хочу нести ну тогда ты не достоин Христа праведность наша как запачкана одежда и праведность наша это когда Бог нам прощает наши грехи и праведность наша когда мы ведем жизнь праведную во Христе а давайте мы сейчас откроем одно из мест в Новом Завете которое очень для нас ну такое насущное и злободневно никогда оно не становится таким каким-то ну вчерашним это послание к евреям давайте откроем десятая глава смотрите как здесь написано как будто апостол Павел продолжает или раскрывает мысль которую Аввакум говорит десятая глава 35 стиха и так не оставляйте упование вашего которому предстоит великое воздаяние терпение нужно вам чтобы исполнивши волю Божию получить обещанное ибо еще немного очень немного и грядущий придет и не умедлит и вот здесь эти слова праведный верою жив будет а если поколеблется не благоволит не благоволит к тому душа моя а какое я слово сейчас пропустил не прочитал если кто поколеблется а почему я его пропустил а потому что его нет в оригинале это переводчики добавили видите там курсиво написано вопрос такой кто поколеблется если кто поколеблется то кто значит в таком речи вот этот самый праведный праведной верой уже будет а вот если он поколеблется вот этот праведный то тогда душа моя не благоволит Бог не благоволит мы же не из колеблющихся на погибель но стоим в вере ко спасению души Аввакум не остановился только на созерцании только на жалобе только вот на восприятии таких вот пророчеств потому что третья глава это псалом это хвалебный псалом собственно я начал вот чтение этой книги с конца с самого конца вот это вот эти самые такие главные слова прекрасный гимн нам Аввакум оставил вот они вот эти слова хотя бы не расцвела смоковница не было плода и я и тогда буду радоваться о Господе я так подумал ну вот так вот жена его так рядом стояла и слушала слушай Аввакум ну о чем ты вот сейчас рано ну ладно ты там вот духовно там а мне то что делать дети то чем кормить не расцветет смоковница ну мы же все люди да все люди и у всех нас такие вот житейские проблемы часто становятся на первом месте как быть как быть как быть и вот нужна вера вы знаете братья мои вера нужна в первую очередь нам хорошо что у нас в церкви есть молитвенные для братьев правда они немножко как бы внедрены позже чем сестерским по-моему да и я не знаю где больше там бывает сестер или братьев но на самом деле братья должны нести вот эту вот духовную жизнь вот это духовное бремя за свои силы и в молитвы все включать это молитва не тогда когда сын наркоманом стал нет не тогда а когда он еще не родился вот тогда нужно молиться за него я вот готовился к этой проповеди и ну понятно что каким-то источникам приходится там обращаться каким-то толкованием и я обратил внимание вот на что существует ну сотни буквально десятки толкований на книгу пророка Аввакума и в основном они на английском языке на русском языке всего лишь их несколько и то либо они переведены с английского либо это православные написали а я так и подумал а где же наши баптистские богословы а вот я хочу задать вопрос всем отцам у которых есть сыновья на кого вы их готовите кстати сказать никто не желает чтобы сын стал богословом пророком Господнем вот в это последнее время Божьим человеком или так как вырастет так и вырастет или наш действительно патолог это реабилитационный центр я так утрирую немножко если у нас мысль в голове вырастить своего сына Божьим человеком или просто бизнесменом чтобы деньги имел ну просто семяк пусть будет посеяно может кого-то и пробудется такая мысль а тогда надо всю жизнь всю жизнь уже сейчас перестраивать надо же за него уже молиться уже сейчас надо молиться надо его соответственно растить надо его соответственно воспитывать в этом духе чтобы он был этим Божьим человеком я хочу сейчас я хочу сейчас в заключение еще немножко коснуться молитвы которая здесь у Аввакума вот хотя бы не расцвела смоковница конечно это смелые слова и это слова веры и мы знаем что разные были времена и времена бедствий и времена голода а где-то они сейчас как раз и проходят а где-то сейчас времена отступления и глаза верующих смотрят на отступление кстати сказать здесь в Америке 7 ноября американские христиане ну серьезные христиане приглашают всех участвовать в пости и молитве за Америку потому что они понимают что она куда-то катится и Бог знает куда и как и что так же точно было в Аввакума так же точно было во времена Аввакума и мы вот сейчас пока что вот так хорошо сидим здесь тихонько мирно тихо в благости такой а мы знаем что сейчас и войны и гонения и кого-то обезглавливают за имя Иисуса Христа а где-то детей похищают продают в рабство вот это время а здесь мы видим тоже не просто упадок а организованное восстание против Бога против Его законов не только здесь это везде во всем мире весь мир единодушно объединяется против Бога против Христа какие будут Божьи суды мы уже немножко знаем что они обязательно будут и что опять будет последний Бавилон последних дней но что мы еще знаем что слово то последнее за Богом а праведный своей верой жив будет в последнее время а праведный то пойдет туда и когда Господь церковь свою возьмет он туда пойдет он тут не останется вот это нам как бы вызов такой чтобы мы праведные верою вот жили в это последнее время вы наверное встречали такое иногда бывает на таких как в виде текстов таких она называется по англически сужение молитва которая по-русски примерно так переводится что Божьи дай мне вот разум принять то что я не могу изменить дай не мужество изменить то что я могу значит должен изменить и помоги мне не перепутать одно с другим примерно так да вот есть это сокращенный вариант я хочу сейчас зачитать вам и предложить как бы ну для размышления для может быть не только для размышления в качестве какого-то правила полный вариант этой молитвы тоже есть на английском языке я прочитаю просто на русском перевод Боже дай мне разум дай мне благодать принять то что невозможно изменить дай мне мужество изменить то что я могу изменить дай мудрость не перепутать одно с другим дай мне жить одним днем радуясь каждому моменту жизни и принимать невзгоды как путь к обретению душевного мира дай мне воспринимать этот грешный мир таким как он есть как это делал Иисус а не так таким как каким хотелось бы мне и дай доверять тебе что ты делаешь все правильно если я покорен твоей воле и тогда я буду достаточно счастлив в этой жизни и бесконечно счастлив с тобой в жизни грядущей я хочу завершить вот чем молитва Аввакума его хвалебная песнь она выражает вот какую истину которую Иов когда-то пришел служить и поклоняться Богу нужно не за что-то что он дает не за благословение которое он дает не за благоденствие которое он посылает а служить поклоняться и прославлять Бога нужно за то кем он есть просто потому что он Бог и потому что он наш Бог что мы его знаем мы знаем кого мы верим мы знаем на какой скале мы стоим мы Христа знаем мы люди нового завета давайте мы сейчас проверим какая наша вера и какая наша праведность и как мы чувствуем под собою почву несколько слов для тех у кого под ногами нет почвы мой друг я хочу спросить тебя над чем ты стоишь здесь был когда-то такой известный проповедник большое пробуждение было Джонатан Эдвардс в Америке и пробуждение его началось с такой проповеди называется грешники в руках раздневного Бога и вот он в этой проповеди обращается к грешникам и говорит на чем ты грешник стоишь ты ходишь под тоненькой жердочкой под тоненькую на мост там внутри вернее внизу под тобой пропасть один несчастный случай смерть тебя постигнет ты туда летишь ты ни на чем не держишься сегодня кроме как вот исключительно на Божьей милости может быть сейчас есть человек который ни на чем не держится вообще жизнь кончается ты летишь и ничто тебя не удержит а вот когда ты стоишь на скале когда Христос основа твоей веры и жизни твоя душа туда будет лететь к Нему потому что Он родной и ты для Него родной знает Господь своих давайте Ему поклонимся давайте Его прославим постараемся сделать это как сделал в конце концов Аввакум просто за то что Он есть наш Бог то кем Он для нас является это будет благословенно Его имя Аминь Город в Вене и и ПЕСНЯ 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 им на этом основании. Это скала нашей веры. И дай Господь, чтобы мы никогда не поколебались и уповали на Господа нашего. Еще раз напоминаю о нашей общецерковной нужде и молитве. Молиться за служителей нашей церкви, за новых служителей. Молиться, чтобы Господь благословил. Эту нужду помог нам в выборе служителей, в определении и в рукоположении. Поэтому не будем забывать об этой нужде и будем также молиться об этом. Давайте мы встанем, помолимся в заключении нашего собрания. Господь, мы благодарны Тебе за это служение. Мы благодарны Тебе за то, что у нас есть свобода собираться вместе, чтобы молиться Тебе, слышать Твое Слово, прославлять Тебя в пении. Мы благодарны Тебе за то, что сегодня мы были вместе здесь, в Доме молитвы. Мы благодарны Тебе за то, что мы слышали о Тебе, Господе нашим. который призывает нас идти за Тобою. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты призываешь и благословляешь, и помогаешь, и направляешь, чтобы наше хождение за Тобой было верным. И даже тогда, когда мы оступаемся, Ты по-прежнему говоришь к сердцам нашим, Ты по-прежнему указываешь путь следования за Тобою. Мы благодарны Тебе, потому что Ты скала наша, Господи. Мы благодарны Тебе за то, что Слово Твое показывает, как нам стоять на этой скале и быть твердыми. Даже когда приходят трудности, и когда и смоковница не дает плода, и когда нету овец в загоне, Господи, дай нам иметь уверенность в Тебе, не поколебаться, не иметь сомнения. Господи, дай нам понимать, что в минуты тяжести, трудности, возможно, каких-то переживаний только на Тебе мы можем устоять. Потому что Сатана желает разрушить веру нашу, посеять сомнения. Он желает украсть и погубить, чтобы не было никакого основания в жизни нашей. Господи, помоги нам твердо стоять в Тебе. Помоги, чтобы верой своей мы действительно жили, потому что праведный будет жив верой. Господи, Ты даровал нам праведность в Голговской Твоей смерти. Ты даровал нам Твою праведность. Поэтому, Господи, приняв эту праведность, помоги нам ходить в этой праведности, чтобы быть живыми, настоящими, чтобы праведность наша была не только на словах, не только по названию, но чтобы мы действительно могли жизнью своей показывать, что мы веровали в Тебя, и мы желаем быть настоящими Твоими учениками и твердо стоять на этом верном основании. Благослови, Господи, и помоги нам. Господи, мы молимся Тебе об этой нашей нужде Церкви, о новых служителей. Мы просим Тебя, чтобы Ты помог, чтобы Ты благословил, чтобы Ты укрепил братьев, дал им все необходимое, и чтобы Церковь могла увидеть их, и чтобы они были рукоположены на служение в Церкви и совершали этот труд для славы Твоей и по благодати Твоей. Благослови, Господи, всех нас. Вот эта новая неделя перед нами, и мы верим, что Ты будешь с нами, и Ты даруешь нам воскресный день сегодня, Господи. Дай нам радоваться в Тебе, уповая на Тебя, прославлять Тебя. Мы за все благодарны Тебе, Господу нашему. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудут со всеми нами. Аминь. С миром Божьим, братья и сестры, приветствуйте друг друга. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!